Ваш руководитель предложил мне тему, в которой у меня голова закружилась, потому что я ничего не знаю, абсолютно. Предложено говорить о семье. Я ничего не понимаю просто в этих вопросах. И поэтому сейчас, когда я сюда сел, и всё-таки я должен открывать рот и что-то такое говорить, то я надеюсь только на одно, что я что-то скажу, а вы начнёте говорить дальше, с разных сторон. И благодаря вашим подсказкам, вопросам, каким-то утверждениям, может быть, тогда мы все вместе с вами и можем обсудить этот настолько насущный вопрос нашего времени, что даже и как-то, даже он не вмещается в сознание. Ведь 50% практически браков распадается, причём очень в скорое время, быстро, только что. Такая была любовь, что всё небо завидовало. Проходит полгода или больше. Лютая неприязнь, ненависть, разрыв отношений, оскорбления и прочее. Это же факты делят последний целлофановый пакет. Правда, это было в советское время. Потому что целлофановый пакет откуда-нибудь из-за границы, это же представляете, какая ценность. Что? Даже представить себе немыслимо. Что же, что такое? Мне кажется, вот главная проблема, перед которой сейчас стоит наше общество. И не только, кстати, наше. За границей это давно, эти вещи происходят. У нас это теперь. Ну и, как всегда, мы же русские. И мы можем в любом направлении жизни не только догнать, но и перегнать. Вот, мне кажется, основная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, когда мы говорим о семье. Знаете, когда к врачу приходят и говорят о каких-то болезнях, то первое, что он пытается сделать, и без чего его лечение бессмысленно, как правило, бывает, это выяснить генезис болезни. Причины. Что случилось? Почему? Потому что, не найдя этой причины и не убрав ее, все лечение будет носить чисто внешний, как говорят, косметический характер, который, в конечном счете, мало что даст. Может быть, не только ничего не даст, но еще и навредит. Вот и здесь, знаете, мы очень много говорим о том, вот плохо, вот плохо, вот что такое. Как же вот теперь они поженились, ступили в брак, и теперь смотрите, в них вот получается, все время говорим о следствиях. Обратили внимание? мы констатируем факты и им очень мало думаем о причинах. какое-то странное нарушение логики. в любых других вопросах мы ищем причину. здесь мы уже начинаем просто обвинять. она плохая, она плохая, он плохой, родители там плохие, друзья плохие. Уже констатируем, но не выявляем основной причины. Что ж такое, все кругом стали плохие, одни мы только хорошие? Получается это так? В чем причина? И вот здесь, с этой точки зрения, мы, мне кажется, и можем говорить о, ну, по крайней мере, пытаться говорить о православном, так сказать, осмыслении этой проблемы и православном понимании той причины, которая порождает это печальное, это трагическое, уже можем говорить, явление в нашей современной жизни. очень часто на общественных лекциях встают и задают вопрос. Вот, я женился, я вышел замуж, и теперь буквально не знаем, что делать. Это все тот же вопрос. Что же можно сказать по этому вопросу? Вернее, попытаться сказать. У меня создается такое впечатление, что мы начинаем волноваться этим вопросом примерно тогда, образно говоря, когда вдруг человек взял какое-то ружье там, нажал на курок, и пуля летит. Он видит, что пуля-то куда летит? Совсем не туда. Ах, что делать? Он совсем не думал о том, когда брал ружье, о том, когда нажимал этот курок. И мыслей не было. А теперь ахает и охает. С христианской точки зрения, вся эта трагедия в семейной жизни происходит по причине той, что совершенно не обращается внимание на самое главное – на подготовку человека к этой совместной, интимной жизни, в которой люди соприкасаются, что называется, всеми фибрами своей души, своих характеров, своих привычек, своих страстей, мы не обращаем внимания на подготовку. А что значит подготовку? Ведь речь идёт не о физиологии и прочих вещах. Здесь сейчас так готовят, что бедные люди уже развращаются с детства. Кстати, одна из кошмарных вещей нашего времени – так называемое сексуальное воспитание. Развращают буквально. Сейчас взрослые не знают того, что уже знают дети, и думают, что это знание необходимо и полезно. Какая, опять-таки, роковая ошибка или сознательное, сознательный просто вред людям приносит? То, что каждому знанию своё время. Преждевременное знание может погубить человека. С христианской точки зрения, почему мы не знаем, когда мы умрём? Редчайшим людям, праведникам, Бог открывал иногда день кончины. Иногда совсем даже не совсем точно. Вот Филарет Московский, святитель, который очень известный, в XIX веке был, уже когда он жил, его назвали мудрым. Так, действительно, человек, который стал действительно святым человеком. И ему как было открыто. Помни день воскресный. Это было открыто ему за несколько месяцев. И всё. Точно он скончался в день воскресный. Как он готовился? Большинству, то есть не большинству, а всем нам, оказывается, нельзя даже этого открыть. Почему? Ну, я думаю, что мы можем себе представить, что с нами будет. Сейчас мы, допустим, энергично делаем всё, тут все руки опустились. Многие в отчаяние впадают. Многие начнут безобразничать и творить зло. Другие впадут в самоубийство, кончат, не выдержат этого даже. Вообще, это такой удар узнать друг, что ты, вот, такого-то числа, в такой-то день, в такой-то час. Что с нами будет? Это знание раздавит буквально человека. Нельзя, оказывается, нам эти вещи давать. Это мы понимаем? Это понимаем. Почему же мы не понимаем, когда детям начинаем открывать то, до чего они совсем ещё не доросли? Что им крайне разрушает их. Разрушает их психику, нравственность и, следовательно, разрушает всего человека. Неужели это трудно понять? Это несчастная валиология, которая под флагом здоровья детей. Что делают с ними? Христианство говорит, что самое ценное, что есть в человеке, это его дух, его душа. Вот он, я. И разрушить это, вот эту нравственную целостность ещё ребёнка, разрушить именно, когда бомбят этим вещами. Это то самое ужасное, что можно с ним сделать. Он уже подрастает, уже развращённый. Это те, на кого мы любуемся на фотографиях, те, которые всегда поражали наше сознание чем? Ангелоподобным даже видом, поведением, этой чистотой, этой невинностью, и вдруг эти невинные уже начинают. Вот с чего он уже теперь начинается подготовка к совместной жизни. Будущее, к браку? Нет, не к браку это готовят. Уже не к браку идёт подготовка. А к чему? Скажу прямо, к разврату. Эти уже бедные дети, которые уже знают очень многие, эти подростки, которым предлагается Бог знает что, то есть не Бог, а дьявол знает что, так на какие рельсы они уже ставятся? первое это действительно разврата. Но это уже, я скажу вам, одно из следствий. А главное, даже ещё глубже находится, которое и порождает это. Что происходит? Одна цель сейчас в воспитании людей. Одна может, я скажу немножечко не совсем точным, точным словом, но недостаточно, может быть, глубоко и полно. Мы выращиваем, простите за это слово, гедонистов, которых единственная цель наслаждения. Наслаждение разной формы. Наслаждение тела, наслаждение игры своей, своей ума, развлечения и так далее. Жизнь рассматривается не как серьёзное явление человека, в которое он вступает, а развлечение, игрушка. Всё превращается в игру, в том числе, естественно, и семья. Это так что-то. Всё должно меня развлекать, всё должно меня наслаждать. Вот моя цель. Во всём ещё только этого. Вот где беда. Это явление, я вам скажу, всё-таки новое для нас, для нашего народа, для нашей страны. Оно появилось вот с перестройкой. Эта перестройка, которую мы все восхваляем, как что-то, такие удары нанесла по нашему духовному сознанию, что ой-ой-ой. Я помню, где-то с американцами сидим, и один из них говорит, у нас в церкви всё должно развлекать. Это американский какой-то священник, протестант. Как я говорю, развлекать в церкви? В церкви развлекать? Я говорю, я вас не понимаю. Да, а иначе не будут люди ходить в церковь. Он сказал, знаете, с наивной простотой, констатировал факт, то, что есть. Иначе люди в церковь ходить не будут. Всё, нужны развлечения. Я помню, вот возили там в Америке однажды, так, в один храм пришли. Представляете, какая месса, то есть литургия была. Я до сих пор не могу забыть. Я у них просил, дайте мне, обещали, но, конечно, так и не сделали. Представьте себе, десятка-два девушек, одеты в прекрасные белые такие костюмы, наряды, так, каждый из них стоит с чем? С колокольчиком. Колокольчики, каждый из них настроен на определенную ноту. И, представьте, я не могу забыть, это красота музыки, совершенно необычная, оригинальная, действительно. Вдруг начинается не пение, как у нас, а колокольчики играть. То есть, пение есть, но главное, колокольчики, сопровождение какое? Но впечатление, действительно, это паразитное. Все это было так здорово поставлено, такая хорошая игра гармоничная, так это здорово, и хорошая музыка, все. Ну, действительно, тут побежишь в эту церковь. Зачем? А то зачем? Затем же, затем наши меломаны тоже самое там бегают. Там, знаете, в этом московском храме в сеношной Рахманинова. Ах, Рахманинова, туда можно сходить-то. Что там, в сеношной нужно? Ну, что у вас, какой вы странный люди. Ой, а вы куда? Да там литургия Чайковского. Да, ох, как интересно. Развлетение. Посмотрите, что сделать сейчас со спортом. Посмотрите, что творится. Вот сейчас я только был в Финляндии и как раз там был фестиваль фейерверков. Я вот сейчас потребовал у вашего, говорю, почему нет фейерверка? Фестиваль фейерверков. Еду по Хельсинки. Боже мой, в том районе, что творится. Сотни тысяч людей. Это вечер, темно, естественно. Наши тоже собрались. Я говорю, знаете, что у нас каждую пятницу, субботу такие бывают. Ничуть не хуже ваших. Фейерверки и сотни тысяч людей пришли и ходят, смотрят, чем мы живем. Вы обратите внимание, ведь они невиновны, это вся молодежь, эти сотни тысяч. Воспитаны так они. В чем же воспитаны? В чем? В пустоте. Воспитываем в пустоте. Мы всячески выбрасываем все серьезные вещи жизни человека, кроме одной. Одна остается только идея у людей. Деньги и все. Потому что они, только почему, интересно, залог того, что я могу получать, какие угодно, развлечения, наслаждения и так далее. И вот на что поставлена вся жизнь. Сами деньги – это средства. Для многих, может быть, это и самоцель, уже превращается. Потому что страсть, любая страсть, она безумна. Знаете, любая страсть безумна. Она всегда сумасшедшая, она всегда ненормальная, она глупая всегда. Любая страсть, любая. Вы же понимаете, почему? Потому что то естественное, может быть, свойство в человеке, которое есть, оно доводит до абсурда. Есть – надо. Страсть к обжорству. Другого словни скажут, к чему приводит? Вот я говорил, как римские патриции на перах, что делали. И в чем угодно. Доводится все до абсурда. Те естественные потребности человека, которые являются, если хотите, даже священными, так доводятся до безумства. Обратили внимание, как на Руси обедали? Помните? Все знаете. Вот, моя мать рассказывает, за столом, чтобы кто-нибудь сказал хоть слово, а уж засмеялся, засмеялся, он и за столом. Или ложкой пол, деревянной ложкой. Подходили к пище как? Это же священное тело. Я питаю свое тело, благодаря которому только может совершаться вся моя деятельность и физическая, и умственная. Все такое. Это было как священное действие. Постепенно во что превратили мы? Мы пошли по западному пути, где что такое вкушение? Это отдых, наслаждение, это веселье, это развлечение и так далее. Превратили это и серьезнейшее дело во что-то такое развлекательное. Итак, чего все это говорю? Вы понимаете. Процесс воспитания современного человека направлен не только не в ту сторону, а в прямо противоположную тому, что может созидать человека, что может готовить его к семейной жизни. Этого нет. Где идет борьба со страстями? Где, в какой семье это идет? Чтобы человека воспитывали, показывали ему, помогали ему, объясняли ему, как это плохо. На моих глазах мать говорит ребенку, дает ему что-то, дает, никому не давай, ешь сам. Я помню, я просто, я просто был поражен. Поражен. Вместо того, чтобы сказать, поделись, то попросит, дай. Нет, никому не давай, сам съешь. Вы чувствуете, что делается уже с душою человека, этого маленького человечка. Какое семя злое, теперь подумайте. Детей мало, уже не буду говорить причины сейчас, детей мало в семье, один, ну, два. Кто воспитывается? Вы обратили внимание, сами средства, даже информации у нас, столько-то погибло, столько-то людей, произошла катастрофа, ребенок погиб. Всюду культ ребенка. Вы обратили внимание, прям настоящий культ ребенка. вот погиб ребенок и погиб великий ученый. Ученый человек, о ком больше будут говорить. Культ воспитываем. Сейчас само воспитание у нас идет по какому пути? Воспитывает башка, божок воспитывается. Божок, ему все надо. Мы плохо жили, так пусть он хоть он поживет. Поживет. Обратите внимание, царские дети как воспитывались. Девочки все рукодели, всю совокупность рукоделий знали. Причем, какими были искусствами часто. Смотрите, вон Годунова. Смотрите, как вышивало. Воспитывали их в труде. Уже они привыкались, сейчас нет. И потом, даже сама система жизни все внимание обращаются на образование и на школу. Некогда мальчику, девочке заняться чем-нибудь. Вот только одна голова. Воспитываем голову. Что происходит по телевидению, когда он открыт этот ящик для любого? Надо ли об этом говорить? Когда родители не смотрят за этим, что там смотрит их ребенок? Чем он напитывается? Куда он полез в интернет? И мы хотим после этого, после этого, мы хотим, чтобы наш мальчик, наша девочка, соединившись в браке с кем-то, оказалась, оказалась способной нести немыще, если хотите, выражившись этим словом, недостатки другой половины. «Я привык быть Богом, на Который меня молятся родители, которые все мне дают, все что только можно». Воспитывается с потрясающей силой сейчас эгоцентризм в человеке. Эгоцентризм, эгоизм. А это явление, мы сами прекрасно понимаем, что может означать для совместной жизнью. Почему такие конфликты, причем приобретающие часто жуткий характер. Основная причина вот этого печального явления нашей жизни, я говорю, 50% браков не готовятся люди к браку. Мы этих своих дочерей и сыновей не готовим к браку. Не готовим, что значит? Они не знают, что такое великодушное отношение к другому человеку, что такое терпение в конце концов. А все это проистекает вот из того, о чем мы вчера говорили. Там, где у человека не будет видения, если хотите, познания своих слабостей, так он никогда не отнесется с сочувствием к других. Сытый, голодному не товарищ, неужели это неизвестно? Как трудно подчас богатому человеку понять, как это такое, что-то он не понимает, как это люди беспокоятся о чем-то, не могут чего-то купить или прочее. Сытый, голодный, не товарищ. Точно так же сытый самим собою, не видящий в себе, сколько в нем грязи и недостатков, никогда не сможет отнестись с сочувствием, великодушием и терпением к другому человеку, к другой уже половине, с которой сам соединился, ты или соединилась. Так никогда он не может, он не приучен к этому, он не знает даже этого. Почему все время говорим православие, православие, почему? Не просто же это система каких-то абстрактных взглядов. Нет, православие это правильный путь жизни. Это, если хотите, способ отношения нашего к жизни. И вот одним из самых основных принципов православной жизни, на который оно обращает внимание, какой? Это помочь человеку увидеть себя. Увидеть себя. Не с той хорошей стороны, которую мы друг друга подчас хвалим, и детей наших хвалим, и заражаем, их этим тщеславием каким-то заражаем. Или легкомыслием, а увидеть, увидеть себя оказывается, оказывается, ты кто? Ты вот не можешь не вспыхнуть. Да. Ты не можешь отказать себя в лишнем развлечении. Ну, причин сколько угодно можно найти. Тот человек, который не познал себя, это человек, неспособный к жизни. Древние даже это понимали. Древние. Ведь недаром Сократу, о котором дельфийский оракул сказал, что он мудрейший из людей, Сократ еще, подойдя к храму, показал, смотрите ученикам. На фронтоне храма было написано гнуфи ся в тон познай самого себя. Познай самого себя. Еще древние понимали это, что без познания себя я пустышка. От меня можно ожидать все, что угодно. Я же не знаю, я думаю, что я могу летать по воздуху и могу прыгнуть откуда угодно, куда угодно. Вот та страшная беда, которая порождает аномалии семейной жизни. Православие при этом предлагает соответствующий путь познания себя, о котором мы с вами говорили. Если бы мы только, начиная воспитывать ребенка, говорили бы о вере не просто, как вот там Боженька на небесах сидит там, да, Бог один и Бог в трех лицах, а говорили бы о том, что, оказывается, мы по природе своей богоподобны. Ты богоподобен по своей природе, по тому семени, которое в тебе заложено, и от тебя зависит, раскроешь ли ты, дашь ли ты этому семени прорасти в своей жизни, тогда оно принесет тебе действительно плоды. О чем идет речь? богоподобие. Послушай же, кто такой Бог. Вот видите, в этом отношении о чем приходится сказать? Мы действительно не знаем православного характера жизни. У нас православие – какое-то слово и какая-то внешняя, буквально, фабула жизни. Вот, чисто внешняя. богослужебные, вот эти внешние формы, вот это все, все внешние стороны, не обращаем вам внимания на душу свою, на внутреннюю сторону своей жизни. И первое, мы не даем ребенку одного из главнейших, о чем нужно говорить. Мы не обращаем внимания на тот вопрос, который, я вам скажу, у ребенка сидит глубоко в душе. Он иногда его не произносит прямо, иногда и произносит. Надо же понять простую вещь. Я сейчас отвечу на этот вопрос. Простую вещь. Сначала образ приведу. Представьте себе, вот, кто-то, смотрим, подъезжает машина одна за другой и сгружают строительные материалы. Сгружают, гружают, гружают, валят, валят, валят. Уже гигантские кучи подчас хороших стройматериалов всяких. Мы спрашиваем, а это что, зачем? Ну, как зачем? Они ж нужны. Нет, ну, простите, уже наступает ведь скоро зима, все, а жить-то где? Ну, главный строй материала. Объясню притчу. Мы ребенку даем формальные знания, 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 а не даем самого главного мировоззрения. Мировоззрение. Мы все время рассматриваем детей, ой, какой он еще глуп. буквально проходит час, мамаша говорит, ой, он такой умный, все понимает. Ничего не поймешь, так он умный или ничего не понимает. Мировоззрение является важнейшим элементом правильного воспитания человека и его подготовки к семейной жизни. Мы не даем мировоззрения. Вы обратите внимание, учат чему угодно. А где оно мировоззрение? Что нужного, если не в школе, так в семье? Не в семье, так в школе. Надо в школах это сделать. Что сделать? Чтобы человек, вот этот подрастающий человек познакомился, насколько это возможно, хорошо познакомиться с чем? Прежде всего, с тем мировоззрением, которым наш народ живет уже тысячу лет. Мировоззрением, которое воспитало множество изумительных людей, на которых, что называется, мы молимся. Я говорю, не просто церковных людей, а ученых, и философов, писателей, поэтов, и композиторов, и мыслителей, и политиков. Я говорю, а все, прежде всего, надо бы познакомить с этим, узнать, что такое это за мировоззрение, которое называется православием. Что это такое? Первые необходимейшие условия. Что в нем мировоззрение главное? Кто такой человек? Каков смысл его жизни? Зачем он рождается? Зачем он учится? Это не для того, чтобы получить профессию. Не об этом речь идет? Зачем он живет, работает? Почему умирает? Какой смысл в этом? Он должен это понимать. Вот так смотрит православие. А теперь посмотри, вот так смотрит мусульманство. Да, опять объективно показать. Вот так оно смотрит. Вот так смотрит буддизм, индуизм, иудаизм. хотя бы самую суть ответа на вопрос главный, смысл твоей жизни. Я помню, вот до сих пор я помню, как я маленький, сколько мне было, мама, откуда я, и все. И пока она мне не сказала, что она мне купила на рынке, да, я не мог успокоиться. После этого я, ну, все нормально, теперь ясно, откуда я. Еще такое было на сознании. Я о чем хочу сказать? Как мы недопонимаем, насколько важно ребенку объяснить, зачем он живет, какого смысл жизни. В 1856 году вышла статья, которая, если хотите, произвела сильнейшее впечатление на, ну, скажу так, на общественность. Статью эту написал известный хирург и мыслитель Пирогов. Статья называлась «Вопросы жизни». Но уже эпиграф к этой статье достаточно показывает ее суть и дает объяснение, почему эта статья имела такой широчайший резонанс. Эпиграфом к этой статье был следующий диалог, любопытный очень диалог. Кем вы хотите видеть вашего сына? Ответ человеком вопрос. Простите, такой профессии нет. Может, хотите медикам, может, военным, может, инженерам, может, писателям. Нет такой профессии. Человек – это абстракция и больше ничего. Замечательно. Он поставил вопрос, что называется, ребром. Мы забыли. Мы человека уже, это середина девятнадцатого века. Мы уже не человека рассматриваем, не как человека. забыли о его человеческой сущности. Мы уже его рассматриваем как винтик в общественной машине. Винтик этот хорош или нет? Так, как он, как солдат, будет хорош или нет? Как солдат, а не как человек, как инженер, а не как человек. Человек не интересует нас. Винтик, что-то у него сломалось, мы его выбрасываем. за чем он нужен, если он сломался? Человек потерял свою профессиональную способность решения, но он нас не нужен. Помните, я вам говорил Ницше, великий Ницше, больной это паразит общество, как вам нравится? Вот на какие рельсы перестраивалось уже сознание. Теперь же и говорить нечего. Человек, конечно, это только бездушный винтик, который сам по себе не представляет никакой ценности. Мы смотрим, что он сделал. Интересно, что сделала старая мать больная? Мы говорим, ну, воспитал, ну, да, свое дело сделал, так и все воспитывает. И все, на что она нужна? А она такая душа, в ней такая любовь, что, Боже мой, без нее человек не знает и жизни не хочет, может быть, знать. Забыли мы, что, оказывается, духовные ценности, вот эта вот любовь, именно, вот что, духовные ценности, что это такое-то? Любовь, которую мы нигде, может, ни от кого во веки веков не встретим, что это является солнцем нашей жизни. вот это милосердие, это великодушие, это сострадание, это жалость, это терпение, если хотите, которое всегда поражало, кстати, очень многих терпение в нашем народе. Это гостеприимство, которое все больше забывается. Когда оставляли в доме, вот, открытые двери всегда были, на столе оставляли хлеб, там, квас, что-то такое, чтобы ненароком какой путник, странник придет, а мы там, где-то в поле, он мог подкрепиться, поесть и пойти дальше. Вы подумайте, какая забота! Вот они, вот эти ценности-то, и все они окрашены чем? Чем окрашены? Любовью каждому и другому человеку. Я помню, когда впервые увидел картину Николая Рериха «Прокопий Праведный о неведомых плавающих молится». Может быть, помните, Прокопий Праведный сидит на холме, такой пустынник, там река река и по ней плывет там одна-две лодки. Прокопий Праведный о неведомых плавающих молится. А мы-то хоть молимся о ведомых. Даже о ведомых не молимся. Подумайте, какой же, какой же потенциал любви в человеке, и что он делает с жизнью. Это действительно солнце. Прокопий Праведный за неведомых плавающих молится. Недаром, когда описывают такой случай в VI веке одного из величайших святых, может быть, церкви, в Арсенуфе, великий такой был в VI веке, поразительный просто человек. И, кстати, очень бы рекомендовал тем, кто интересуется православием, что ли, верой, купить эту книжку «Руководство духовной жизни» в Арсенуфе преподобного и Иоанна пророка. Там вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Это всегда интересно, правда же? Вопросов масса. Так вот, его спрашивают. Мы спросили. Скажи, отец, скажи, почему сейчас наша империя, Византийская империя, находится в таком мире? Нет войн, в общем, благополучия. В чём дело? Он дал ответ, который для нерелигиозного сознания будет пустышкой. Он дал ответ поразительный. Есть сейчас три человека, молитвы которых восходят к престолу Бога как огненные столпы. Что значит эти слова для безрелигиозного или почти нерелигиозного сознания? Ничего. мы потеряли мы потеряли знания одной из важнейших вещей, что такое молитва и что она может сделать. Потеряли. То есть, представьте себе, когда воин вдруг теряет меч, теряет своё вооружение. Мы получили такие мощные средства помощи друг другу, мощные и такое средства устроения и даже этого нашего земного мира. Мы забыли и не знаем, что такое молитва. а что человек без молитвы? Это вот тёмный конус сейчас всё завесить чёрными, я не знаю, покрывалами, да, и свет выключить. И действительно, что мы знаем о себе? Интересно. Что о себе мы знаем? кто из нас знает, что нам полезно? Мне что полезно? Никто из нас даже не знает, что для нас наиболее полезно с точки зрения подготовки к той жизни, которая является вечной, не этой искрой, а вечной жизни. Кто знает, что для него сейчас полезно? Знание или отсутствие его, богатство или бедность, здоровье или болезнь и так далее. Мы ничего, думайте только, мы просто не знаем себя. Это я-то, кажется, всё понимаю. Так? Я даже не знаю, не вижу себя, не вижу вот этого сокровенного состояния своей души. Ничего не знаю. Православие говорит, что есть возможность и даже необходимо осуществить эту возможность познания себя. Осуществляется она, эта возможность, на пути правильной православной жизни. Даже не говорю христианской. Потому что вне православия столько прелести, вот этого заблуждения, это мнение о себе, это тщеславие, искание духовных удовольствий, наслаждения. Такой же гедонизм, только мистический, который ещё хуже даже самого грубого, плотского наслаждения. так вот, оказывается, православие указывает правильный путь к видению себя, пониманию себя, отсюда возможности очищения своей души от всяких гадостей. Так, и тогда действительно огромные помощи, которые может оказать такой человек другим людям, другим. какое отношение имеет опять-таки к семье, самое прямое. Опять повторяю, не знаем сами и не даём ничего детям. Во тьме сами блуждаем, ничего не знаем, говорю, родители, и им ничего не даём. Воспитываем только как, я не знаю, подчас как животных просто. Главное – накормить, напоить, одеть, отправить в школу. Да ещё требуем с учителей. Я дома ничего не могу делать. Учитель там должен. Чужой человек должен воспитывать. Я родной, отец, мать. Мне некогда этим заниматься. Это всё равно, что, знаете ли, некогда. Валдырь вскочил где-нибудь, так мне некогда заниматься волдырём. Родной ребёнок, брошенный, оказывается, при всём внешнем, кажется, благополучием даже, которое мы создаём ему в его жизни. Я ещё раз и говорю. Первое и важнейшее, на что нужно обратить внимание в нашем школьном образовании, это найти, найти средства, найти возможность того, чтобы, чтобы дать человеку, подрастающему, дать возможность приобрести, получить правильное мировоззрение. каким образом? Нельзя полагать, что если мы будем давать только одно, и он удовлетворится этим. Нет. Мне кажется, очень здраво и разумно к этому скажут, а почему это православие? А почему не католицизм? А почему не какое-нибудь там протестантское направление? Смотрите, как у них весело, хорошо, у них музыка, как все они относятся с благожелательством друг к другу, как у них веселье, да ещё и не пьют. Почему? Мы же все знаем, у ребёнка главный вопрос почему и откуда. И пока мы не ответим на это, он останется недовлетворённым. Откуда в молодёжи вот все те отрицательные явления, которые соприкасаются от полного отсутствия, полного отсутствия мировоззрения. Нет у современных людей мировоззрения. Раньше было там коммунистическое. Хрущёв обещался, покажу вам последнего попа. Да, скоро построим коммунизм. Глупости, безумие. Ну, пусть хоть иди суррогатов, что ли, он кормил людей. Нет, теперь мировоззрения нет. Говорим о православии, сами не знаем, что такое православие. Православие – это вот этот вот характер жизни, где есть основные цели и есть то, что даёт возможность достигать этих целей. Вот мне представляется, что в высшей степени необходимо воспитывать людей, чтобы они имели разумное, твёрдое мировоззрение. мировоззрение построено на чём? На сопоставлении их, если хотите, так? И на знании аргументов, почему именно это мировоззрение является правильным. Аргументов каких? Объективных. А не так, почему? Я православный, и ты должен быть православным. Знаете, что мне в высшей степени это не нравится? Нет, не потому ты должен быть православным, что я православный. А посмотри, вот почему. Вот почему, посмотри. Я вам сразу скажу, полгода вот здесь приходится читать лекции на одну тему. Эта тема называется «Истинность православия». Задача её вовсе не в дифирамбах «До чего мы хороши и до чего худые все прочие?» Да избавит Бог от этих вещей. Совсем нет. Как раз ставим вопросы самые нехорошие, неприятные вопросы. А ищем объективные аргументы. Объективные, то есть неопровержимые, от которых никуда не уйдёшь. Вот они свидетельствуют о чём, что именно православие и является истинным мировоззрением человека. Причём, когда мы говорим об истине, здесь, в этом плане, то речь о чём идёт? Потому что, как только вы сказали слово «истина», так помните этот вопрос Пилата. А что такое истина? Помните. Он даже не захотел у Христа и ответы слышать. этот образованный римлянин, искусный в диалектике, уже в апариях Зенона, который знаком был с философией эллинской, прекрасно, видимо, он понимал, что на этот вопрос нет ответа. Да, и в той системе взглядов, которая имела место в эту эпоху, ответа не было. Он был прав, Пилат. О, если бы только он залпал, перед ним стоит. Сейчас для нас это один из центральных вопросов, почему христианство прежде всего, а не какая-либо другая религия, и в христианстве почему православие. Это необходимо каждому школьнику. Я не знаю, в каком это классе, у меня нет этого опыта педагогического, чтобы знать, на каком уровне развития человека это необходимо. И знаю только одно, что уже 7-10 лет уже он все здесь поймет, уже понимают. И так, как ни удивительно, но необходимейшим условием того, чтобы действительно наша семья была семьей, это приобретение человеком, приобретение, причем нахождение, причем часто с трудом, в дискуссиях, вы слышите, в дискуссиях откровенных, а никаких не будет, открытых дискуссиях, он понял, да, православие это истина. Следовательно, вот открывается дорога чего? Жизни православной. А к чему приводит жизнь православную, то об этом достаточно свидетельствует история. История-то в чем заключается? Не в этих глупых, простите меня, перечислении фактов, имен, кто кого родил, кто кого крестил. Ну, что это такое? Я возьму энциклопедию и прочту. Разве в этом состоит история? Это только некая фабула, некая канва, а цель истории в чем? В воспитании человека. На примерах, на фактах, событиях, на разгромах и победах показывать все время цель. Никогда нельзя забывать о цели всего этого. А цель какая? Цицерон великолепно сказал, история это наша лучшая учительница. Учительница, вы подумайте, о неизучении фактов ради фактов, набивать этот компьютер, этой информации. Учительница, вот, оказывается, для чего для чего нам нужна та же история. Так вот, история христианской церкви показывает нам, показывает нам, что происходит с человеком, который принимает православие не как мыслительную абстракцию, а принимает его как систему жизни, как опыт жизни, как жизнь, что происходит тогда с человеком. И мы можем истории показывать нам разные уровни достижения человеком, вот этих вот, я бы сказал, целей православной жизни, какими они становятся. Указывает и другое история. Ой, как важно, когда принимают православие чисто внешне, формально, оставаясь сами с полным мешком. Слышите? Полным мешком тех гадов, их же не с числа, которые живут в душе человека. Оказывается, их-то даже и не трогали, как был человек тщеславный, завистливый, гордый, лукавый, так все там и сидит. и сидит во мне. Но зато вы можете прочитать «Я православный». Неважно кто, неважно кто, профессор, богослов, священник, епископ, мирянин. Какой ужас! Я православный! Одна из бед состоит в том, что мы потеряли понимание того, что есть церковь. Мы рассматриваем церковь как организацию. Как организацию. То есть, это знаете, что? Вот вместо меня сейчас вам костюм покажут. Вот это и есть Осипов. Скажут, простите, как же это такое? Да-да-да-да, это и есть он. А его-то там и нет в костюме. верно, что церковь есть и организация. Точнее сказать, это та форма, организационная форма, хотите, даже структура, в которой находится то, что и является подлинно церковью. Но сама по себе организация, просто организация, одна из многочисленных организаций, в которой есть и властные структуры, и масса, так сказать, всяких функций исполняют ее люди. Так, но это еще совсем не то, не та суть, о которой идет речь. Церковь это вовсе не организация, хотя она в организации. Под церковью, разумеется, разумеется совсем другое. Что такое церковь? Вот мы говорим церковь и государство, церковь и общество, и о чем мы все время трактуем и говорим. О чем все время подумать, постановка вопроса и ответ какой? Мы все время говорим, что церковь это кто такой? Он, патриархия, он, епископ, вот, богословы. Кажется, верно на один процент. Ведь вы поймите, если так рассматривать церковь, то знаете, мы к чему придем? Каким любопытным вещам? Ведь кто такой член церкви? Этой организации? Каждый крещённый. Меня крестили? А, крестили. Всё. А кто такой этот крещённый? Это может быть человек очень порядочный, действительно искренне верующий, а может быть отъявленный негодяй. Отъявленный. Мошенник. Преступник. Но пока его церковь как организация не анафематствовала, не отлучила от церкви, он член церкви. Представьте себе, что церковь как организация наполнена кем угодно. Он православный, он член церкви до тех пор, пока его не отлучили от церкви. А он и в жизни бывает только три раза в церкви. Когда крестили, когда венчали, когда отпевали. Православный. Нет. Нет. Церковь есть нечто совсем другое. У апостола Павла есть таинственные слова. Церковь есть тело Христово. Это очень глубокий, образ, глубокая попытка выразить, что такое церковь. Церковь – это есть духовное единство всех тех искренне верующих людей, которые всеми силами своими хотят осуществить Евангелие в своей жизни. построить свою жизнь на началах Евангелия. Вот, оказывается, разная степень искренности, разная степень решимости, но, тем не менее, тем не менее, тот только человек, кто действительно стремится к этому, он какой-то частью своей, на какой-то процент или долю процент, но он уже входит тогда в церковь. Я хочу, насколько могу я это делаю, что делаю? Осуществляю жизнь по Евангелию, то есть, по заповедям. То есть, если хотите, по христианской совести, по совести, какой? Христианской. Что значит по христианской совести? Что значит по-христианской? Совесть наполнена пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. Христианство говорит, вот что такое хорошо. Тут же рядом стоит, нет, это нехорошо. Христианство говорит, один муж, одна жена. Тут говорит, нет, это мне не нравится. А как же я безлюбовницей могу быть? И так далее. По христианской совести то стремится жить. Вот кто принадлежит церкви. Вот кто составляет церковь. А не эта внешняя сторона. Разрушение вот этой церкви, я бы сказал, вот этой духовной стороны церкви приводит в конце концов к самым печальным последствиям все то общество, в котором существует вот эта организация церкви. Я не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь слышать или читать, но я что-то такое никак не нахожу этого. В чем причина тех катастроф в России, в нашем государстве, о которых мы знаем и, может быть, самые крупные из них от революции 17-го года. Какие причины мы там находим? Почитайте истории. Что пишут наши историки? предательства, измена, агенты, масонства, иудейства, национализм. Чего только не пишут, нигде нет только одного самого главного. то есть, может, я ошибаюсь, может, я ошибаюсь, вот хорошо бы, ах, у вас не будет больше лекции, вот если бы историк какой-нибудь был бы, то очень бы хорошо бы спросить, какова причина этих катастроф, особенно этой катастрофы, какова причина? А причина-то совершенно ясная, ясная, открытая, откровенная, очевидная, только не хотим мы видеть этого. Это состояние церкви. А церковь, я говорю, не организация, нет-нет, церковь до революции, это была такая организация, мощь, мощь, богасовские школы были, знаете, ученые. Мы сейчас на них только смотрим, предреволюционных профессоров, вот так вот. Какая эрудиция была, колоссальная. А некоторые из профессоров никогда перекреститься не могли даже, не крестились. даже. Да, да, даже в нашей академии. Студенты перед революцией, покушение на ректоров, стреляли. В первых рядах революционеров шли студенты духовных школ и преподаватели. Вы почитайте только хотя бы замечательную работу на рубеже двух эпох митрополита Вениамина Фетченкова. Книжка-то продается. Посмотрите, что творилось в этих блестящих духовных школах, блестящих по своему научному уровню. Почитайте, увидите. Почитайте, что творилось с монашеством. Почитайте того же Игнатия Вринчанинова, мощи которого сейчас лежат в Ярославской епархии в Толхском женском монастыре. Что он писал о монашестве, как сгнившем изнутри дереве, который вот-вот обрушится. Что Феофан писал, епископ Затворник, еще одно-два поколения, и рухнет наше православие. Об этом молчим. Завороженные внешним величием и начинаем пересчитывать, сколько было монастырей, сколько было храмов, сколько духовенства, сколько монашества. Боже мой! Это знаете, как у нас в советское время политбюро там говорило, сколько у нас вспахали, сколько засеяли. Что это такое? А где эти люди, которые действительно являются членами церкви? Действительными членами церкви. Иссякало это. Дошло до какого-то критического уровня. Что вы думаете, их не было? Как же? Были! Еще бы! Были! Но дошли до критического уровня. И начались внешние катастрофы. Внешние уже катастрофы даже начались. С нашим народом, с нашим обществом. И неважно, кто явился там орудиями этих катастроф. Какие люди, какие политические силы, какие организации. Это яркий пример, сильнейший пример того, как дух порождает соответствующие действия, соответствующие формы, соответствующее состояние, состояние человека, общества, семьи, как таковой. Все время мы забываем о самом главном. Разумное, стабильное, скажу, общество, стабильная семья и так далее. Созидается, а не случается. А любое созидание требует чего? Разумного отношения, последовательных мер, правильного воспитания. Без этого, что мы ожидаем? Случайно сходятся молодые люди, сходятся кто они, чуть-чуть познакомились, раз, кажется, влюбились. И вдруг там открываются страсти, с которыми ни та, ни другая страна никогда же не боролись и даже не знали о том, что с ними надо бороться. А если и захотели бы, не знают, как бороться. Я не говорю о внешних факторах, развращающих факторах того, что происходит с нашими семьями, потому что они всем, не знаю, насколько это очевидно, и говорить нечего даже. А вот на это мы не обращаем внимания, что, оказывается, дух творит себе формы. И воспитание, подготовка к браку должна носить именно этот характер. Этот именно характер. И, конечно, вот школа в данном случае, семья и школа. Но школа, я почему говорю? Потому что там уже целенаправленный педагогический процесс, образовательный процесс, в котором бы, вот мне так кажется, что нужно бы обратить внимание на изучение, причем объективное изучение. Было бы очень хорошо, чтобы православие, а православие сказал православный, а мусульман, если сказал бы тот же мусульманин, образованный, естественно, сказал, в чем суть? Главное – решение вопроса назначения человека, смысла жизни человека. Вот что с детства должен понимать человек. И, соответственно, затем, как возможно достичь этого смысла. Если в этом направлении будет развиваться воспитание нашей молодежи, нет сомнения, что у нас совершенно другой станет семья, другой станет общество, ибо ячейкой общества является семья, а не человек сам по себе. Конечно же, семья. Она должна стать ячейкой общества. Она создает атмосферу. Порочная семья портит все вокруг на свете. И, напротив, семья порядочная создает благополучную атмосферу жизни в самом обществе. Я не говорю о многих других вещах, ну, в частности, о том катастрофическом уничтожении сейчас зародившейся жизни, которое происходит. Вы же знаете, что на каждого рожденного ребенка сейчас два нерожденных. Эта цифра, конечно, ужасающая. и цифра-то одно, а другое исследование, которое проводится и у нас, и за рубежом, показывает показывает о том, какое воздействие, психофизическое воздействие производит каждый аборт на женщину. Некоторые исследования говорят о том, что, вот, например, в Швеции проводились, что 58% женщин оказались психически пораженными, неполноценными, которые осуществляют это. Многие из них, из них, из этих женщин неспособные к рождению становятся. Но эта сторона, так сказать, другая. Главное, что с психикой происходят изменения. Если это будет не патология психического характера, то эта патология начинается нравственного характера, меняется сам характер. Возникает часто неприязнь и жуткая неприязнь к мужу или мужчине. Меняется, так сказать, ну, психика даже меняется женщина. Отсюда отношение к детям, которые, допустим, уже есть. И тут уже, оказывается, наступает обязательно аномалия. Уже воспитание идет не в том плане. Уже нет именно той естественной женственной любви к ребенку, которой должна быть. Почему нет? Оказывается, вот этот факт, этот аборт уже производит крайне отрицательное влияние на вот эту вот женственность, вот эту на вот эту чашу любви, которая особенно присуща женщине. убила же все-таки. Причем многие из них знают, что происходит с младенцем, которого убивают. Как он прячется, бедный, от того, что хотят сделать. Как он весь прям содрогается. Есть же фильмы об этом, и картины. И знают это женщины. и это страшно и наносит раны не только психике, но самому вот этому нравственному существу ее. А сейчас это такая эпидемия пошла. И мы хотим, чтобы после этого те дети, которые все-таки выросли, чтобы они выросли нравственно полноценными и даже психически. Потому что никто так сильно не воздействует на ребенка, как родители, как мать. И там мать, которая совершает подобного рода вещи, как она больная внутренне может дать здоровое воспитание человеку. Кстати, хочу сказать, что сейчас разработаны великолепнейшие просто средства, которые не имеют никаких отрицательных последствий. Речь идет о том, что сейчас есть возможность с помощью просто чистого наблюдения и больше ничего, когда женщина абсолютно точно на 99, 9, 9, 9, 9. Сказать, когда наступает плодный период, когда его нет. Абсолютно точно. то есть этим самым тот, кто по каким-то объективным причинам действительно не может сейчас иметь, допустим, детей, может избежать вот этого варварства, вот этого убийства, может избежать благодаря вот этому разработанному методу. Этому, конечно, методу противостоят все эти гигантские компании, которые выпускают соответствующие средства предотвращения беременности. И не только эти компании. Я специально принес вам цитатку, да, вспомнил, хорошо, что сейчас делает Европа, политики уже что делают сейчас в этом плане. Сейчас я вам зачитаю, что делается. 17 апреля этого года Совет Европы ПАСЭ, Парламентская Ассамблея Европы, Совет Европы подтвердил, цитирую, «право женщины в полной мере распоряжаться своим телом и заявил о необходимости создания в странах-членах чего же создания законодательных механизмов санитарных, медицинских и психологических условий для эффективной реализации права женщин на безопасный аборт». Документом предусмотрено введение обязательного сексуального воспитания в школах, слышите? О, железно! Обязательного сексуального воспитания в школах и других учебных заведениях. Почему? Послушайте. Чтобы избежать нежелательных беременностей. вы слышите, какая издевка? Прямо сатанисты. Прямо сатанисты. Вот, оказывается, почему предлагается увеличить бюджетные ассигнования на производство и рекламу противозачаточных средств. Великолепно! Совет Европы. против этого решения естественно там выступили церкви православные, католические и ислам, религиозные деятели. Говорят, вы что? Это какая-то сатанинская просто издевка над людьми уже. Откровенная! Откровенная! Вот, кстати, вот видите, что это происходит? Вот это факт. Хорош? А тот факт, что творится по телевидению, показывает. Это что такое? Вот эти, все эти развращающие картины, вот эти фильмы ужасов и насилий. Мы задумываемся в конце концов или нет? Откуда это и почему? Почему мы не задумываемся? Почему и откуда? Неужели непонятно, что никому это не нужно? Никому, я говорю, в смысле, кому? Тот, кто заботит, хоть немножко имеет заботу о человечестве, о том, чтобы общество, народы и люди были благополучны, здравы, нормальны. Это не только не нужно, это вредно, это, конечно, уже понятно. Почему это идет тогда? Мы никак, наше сознание никак не вмещает идеи, одной идеи, о которой писали в свое время, говорили, сейчас, но иногда пишут это, что сатанизм, сатанизм – это реальное явление в мировой жизни народов. Причем, под сатанизмом что подразумевается? Именно исповедание его, вера ему, служение ему, какое? сознательное служение, с культом соответствующим. сатанизм – это реальность, так же, как реально любая религия не видит. Вы понимаете, поразительное явление. Сколько споров о религии. Говорит, там, сатанисты какие-то убивают, и мы все, ну, какие-то сатанисты, ну, что это, темные, тронутые, психически ненормальные люди. Нет, это глобальное явление, глобальное, в котором уже, оказывается, стоят люди самых высших эшелонов власти, которые издают вот такие вот постановления, решения, рекомендации, и мы не видим этого. Зачем это нужно? Почему по телевидению не показывать прекрасные сцены? Почему не учить добру, великодушию? Почему зло, убийство, кровь, насилие и разврат? кому это выгодно? Зачем это? Пора бы задуматься над этим. Пора бы понять, что наш мир, ой, как, не просто неоднороден, а он все больше захватывается сатанизмом, сознательным сатанизмом. И то, о чем написано две тысячи лет тому назад, две тысячи лет тому назад же Евангелие написано, воплощается прямо в реальную жизнь. Антихрист – это как раз порождение всего этого сатанизма. И это будет сатаноподобный гений, который именно ведет к развращению всего человечества, к убийству в нем всего нравственного, всего святого, всего чистого. Неужели непонятно это? Вот иногда, знаете, какой-то туман, видим зло и даже не думаем, откуда, а почему это надо видеть для того, чтобы хотя бы в своих тех маленьких масштабах, в которых мы можем что-то делать, зная это, мы должны противостоять этому. Иначе ничего мы не сделаем. И наш народ, как и другие народы, будут заживо уничтожены вот этим дьяволизмом. Распады семьи, которые мы видим, это только одно из явлений, а идет распад всего. И самое главное, распад духа человека, духа его, когда уничтожаются уже все преграды, все препоны. Нет никакого же различия между добром и злом. Само добро уже высмеивается, само зло объявляется добром. Вот еще здесь мы можем говорить, что голубизна – это извращение естественного порядка, что это люди жиру бесятся. Скоро? Скажи это и под суд. Еще пока у нас не под суд. На Западе уже под суд. Уже судебные процессы идут. Над теми пасторами, допустим, которые сам вона вдруг обличают и говорят, это грех, садомизм, это грех, это преступление против природы человека под суд. Вы слышите, что? Правда интересно? Ну, хорошо, но вы так живете, живите. А почему под суд? Пожалуйста, обличайте, что жить естественно и тоже это грех. Нет! Запрет не сметь зло называть злом. Это добро. Антихрист. Христос – это добро. Против идет этого добра. Это извращение жизни, которое проявляется в самых многочисленных формах. Еще раз повторяю, почему это важно понимать и знать. Не просто умом, а для того, чтобы принимать конкретные меры в тех границах, которые отведены каждому из нас. В школах, в учебных заведениях. Я знаю, есть где строгий порядок и дисциплина. Просто великолепно. Вот сейчас один колледж. В 10 часов все закрыто. Только за курение только. Уже предупреждение раз, два и до свидания. Кажется, малые вещи кажется почти безобидные. Нет. Все начинается с малого. Есть вещи, которые надо вот пресекать прямо в самом начале, в самом корне. Знаете, великим постом на основе богослужения поется один из псалмов, в которых написано «Блажен и же имет возьмет». Ну, чуть-чуть по-русски скажу. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Когда-то были это жестокие слова. Мы сейчас это в духовном смысле понимаем. кто вначале сразу пресекает зло, которое может привести к самым негативным последствиям и привести к трагедиям в человеческой жизни. Общежитие должны быть чистыми, я говорю, о нравственности, а не стать притонами. От кого это зависит? От тех, кто располагает соответствующей властью. Если мы за это не возьмемся, если мы не начнем проводить этих элементарных, я бы сказал, вещей нравственного порядка в жизни, никакого прогресса у нас, никакого возрождения у нас, никакой стабильности у нас не будет. Неужели это не ясно? Мы же сейчас убеждаемся на каждом шагу, что именно нравственность, а я бы сказал, и духовность прежде всего, ну пусть уже для широкого круга людей нравственность, определяет характер всей жизни. Смотрите, сколько борются со всякой коррупцией, финансами, прочими вещами. Откуда все это? Мало человеку миллиарды зарабатывают, нет, ему еще надо от налогов избежать, не хватает у него, видите ли, на кусок хлеба. Откуда идет страсти жуткие. Страсть, с которой человек не борется, растет. Растет и поражает безумием того человека, который культивирует ее в себе. Мы говорим о семье, а оказывается, что проблема семьи, она вовсе не замыкается в этом кругу семейном-то. Оказывается, эта проблема вызвана чем? Проблемами нашей духовной жизни, проблемами нашего воспитания. Вот, оказывается, проблемами понимания того, куда мы ведем людей, что мы даем им в качестве путеводной жизни, путеводной нити жизни. Вот, оказывается, семья, уже создавшаяся, это уже результат. А если маточный раствор негодный, то и кристалл вырастет такой, что мы скажем, да лучше бы он и не вырастал. Раствор соответствующий нужно создавать. Тогда будут и соответствующие благополучные семьи. Душь, извините, что я столько вам вещей так наговорил, может быть, не очень так приятных, но что делать? Больше я ничего не знаю. Теперь вы мне расскажите что-нибудь. Алексей разговаривали, что это прелесть. А, ну да, хорошо. Что такое прелесть? То есть это лесть в высшей степени. Мы можем льстить кому-то, другому, мы льстить можем и себе, то есть не можем, а льстим. А может быть, это лесть в высшей степени. Что значит я льщу себе? Это не в том смысле, что я себя убеждаю, до чего я хороший и лучший в мире. Нет, мне не надо убеждать ничего. Я знаю это, что я очень хороший. И мне совершенно неважно, если даже меня ругают, то он просто дурак, что он меня ругает. Он просто не понимает, что я хороший. Вот в чем дело. Ну, глупые. Есть же люди? Есть. Кто глупый? Тот, кто меня ругает. Тот не понимает, недооценивает, что я лучший в мире. Знаете, Ведь я же вижу, что я, как я ошибаюсь, и подчас и делаю не то, что надо, и думаю, а все равно чувствую, что я хороший. Вот интересно-то, что я хороший. И это ощущение у меня неистребимо. но это вот так. Это на уровне том, которым я сейчас живу. Но я решил сделать большее, чем даже то, что я сейчас. Я начинаю, будучи христианином, я начинаю подвизаться. Я уже не просто утреннюю молитву прочитаю, а я там прибавлю еще 100, 200, 300 молитвы Иисусова. А не просто днем что-то, я еще почитаю Псалтирь, я еще почитаю Акафист, я чаще начинаю ходить в церковь, и так далее. И многое, что делать еще. И вот здесь, вот здесь, если я не понимаю, я скажу сейчас, чего не понимаю, если я не понимаю, то мое я, которое и так чувствовало, что я лучший в мире, и так чувствовал, начинает уже подниматься как на дрожжах. Я уже начинаю себя чувствовать не просто хорошим, а праведником, святым. Более того, более того, мне могут начаться даже даже уже и сны необычайные, и даже видения, и сладостные состояния, и так далее. Прелесть – это такое духовное состояние человека, в котором он видит себя святым, совершенным, достойным Бога, достойным всех даров Божиих. Вот что такое прелесть. Почему называют именно прелесть? Потому что лесть и так всем нам само лесть присуще уже по существу. Здесь же человек уже кажется трудится, своим собственным трудом приобретает многого, достигает многого, как кажется, и впадает. При этом вы знаете, что состояние прелести любопытное. Они часто сопрягаются с очень интересными, даже, я бы сказал, состоянием тела. Вот, например, Игнатий Вринчанинов пишет, как однажды к нему приехал в Петербург. Так, монах с Афона. Зима была. Смотрю, он в легком подрясничке, это мороз, в сандали. Вот, я его спрашиваю, вам не холодно? Он, нет, нисколько. Да, угощать его, он почти ничего, ничего, чуть-чуть съел. Да, вам не голодно? Нет, нисколько. Бринчанин умный же человек, я вам говорил, это умница, редкостный был умница человека. И он так, методом Сократа, ведь, вы знаете, что Сократ почти никогда ничего не утверждал, он все время спрашивал, но так спрашивал, что потом тот бедный не знал, куда деваться. Привези пример, прежде чем продолжить о Бринчанинове. Сократ спрашивает одного софиста, гиппи, гиппи, а гиппи? Я слыхал, что ты умнейший человек. Клянусь собакой, Сократ, ты прав. Ну, поклясться собакой, это высшая клятва была. У нас почему-то сейчас собака это ругательное слово, а собака это же самое верное существо. Гиппи в восторг пришел. Сократ ему говорит, что он самый умный человек. Стоят ученики кругом, все. Так вот, гиппи, почему я к тебе и обращаюсь? Да, Сократ, что ты хочешь? Гиппи в восторге. Ты мне не скажешь, гиппи, ну, что такое красота? Ну, Сократ, ты что, не понимаешь? Ну, красота, ну, вот красивая лошадь, знаешь? Да нет, гиппи, да не о лошади, я тебя спрашиваю. Красота? Ну, Сократ, ну, женщина прекрасная. Да гиппи, неужели ты не понимаешь, что самая лучшая красавица в мире перед лицом богини, это же обезьяна? Я спрашиваю, тебя, что такое красота? Тут, ну, Сократ, ты чего-то захотел, я не понимаю. Кругом грохот смеха. Гиппи с позором уходит этот мудрец, убегает. Кстати, почему Сократы не любили эти все софисты? Так вот, Бринчанинов по методу Сократа к этому афонскому монаху. Говорит, слушайте, а как вы этого достигли? Мне бы это, как было бы здорово, вы знаете ли. И одежды не надо, шуба, тут я одеваюсь, знаете, так вот все. И есть надо меньше. Он описывает эту Бринчанину. Афонский монах с жаром стал объяснять ему, с жаром, как надо молиться, как нужно поступать. Молиться надо, представить Господа Бога, Господа Саваопа, Христа и всех. Нужно к нему с жаром с таким это молиться. А о чем молиться-то? Ну, чтобы Бог даровал нам то-то, то-то и то-то. Да, Бринчанин спрашивает, ну, а как о грехах? Ну, о грехах, ну, о грехах, но отстань только от меня. Так, тогда Бринчанинов говорит ему, слушайте, вы знаете, что, вот, я-то в этих вопросах, конечно, не разбираюсь, вы-то на Афоне там все знаете, а мы-то, видите, Петербург, светская жизнь. Ну, вот я читал, вот такой есть Исаак Сирин, там, Авадорофей, там есть вот такие отцы, вот они пишут, что нужно молиться вот так. Сказал ему, как? Вы знаете, мне самому пробовать такой способ, ну, я не в состоянии. Видите, я игумен монастыря, так, может, вы попробуете, а? Тот, ну, что ж, хорошо, попробую. Проходит, я не помню, недели три или месяц, заявляется этот монах ему. Ах, да, еще Бринчанов сказал, и вы знаете, вот вы будете останавливаться, здесь гостиницы, я бы вам советовал все-таки на первом этаже остановиться. Он говорит, а в чем дело? Ну, мало ли, вдруг ангелы вас захотят понести. Он говорит, вы знаете, отец Архимандрит? Верно? У меня уже были такие явления, когда ангелы меня хотят понести, перенести на Афон прям. Он говорит, ну, вот потому я и говорю, мало ли, вы знаете, ангелы возьмут, вдруг обронят где-то во время пути. Лучше на первом этаже поместитесь. Проходит месяц, заявляется этот монах, распаленный, яростный, что ты со мной сделал? Он пришел одетый в шубу, там, в валенках, говорит, я стал мерзнуть, так, я стал много есть, так, у меня молитвы, ты мне как научил, теперь я не могу себе это, как это было прежде, в общем, возмущенный до предела. Вот прелести, плоды, видите? Оказывается, есть правильная молитва, мы с вами немножко говорили, есть лже-молитва. Оказывается, так, есть правильный путь, приводящий человека к чему? К тому, что человек начинает видеть себя. Есть путь, напротив, еще более закрывающий себя, и человек уже не видит ничего у себя никаких недостатков и погрешностей, видит одну сплошную святость. Вот это есть прелесть. Она часто сопровождается ощущениями, видите, даже физического характера. Вот то, что, по-моему, я вам говорил, этот афонский, современный же монах Харалампий, который предложил молодому человеку сразу, сразу 14,5 тысяч молитв Иисусова прочитать как? Громко, быстро, отчетливо, да, чтобы между словами молитвы бес не проскочил. Так? Его язык работал как моторчик. Сейчас, современный, современный. И когда этот молодой человек, который никогда в обе веки веков этим не занимался, но 4 часа отбарабанил все-таки, так у него сладость появилась в гортане, во рту, все. Старец его Харалампий был в восторге. 4 часа, и вы уже достигли благодати. А там надо годы, десятилетия, а тут раз, и все в порядке. И больше ничего не надо. Ложный путь. Прелесть – это и состояние человека, в которое он приходит самому мнению, и к нему, к прелести, к этой приводит ложный, неверный путь. Прежде всего, молитвы. Непонимание того, того, что первым признаком начинающегося здравия и души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас естественно есть. И если этого не вижу, значит, я слеп. Вот, вот что такое, если хотите, да, прелесть, кратенькая. Вообще, очень бы еще раз рекомендовал вам обязательно иметь у себя, ну, хотя бы на полку поставить творение Игнатия Бринчанина. Его замечательный отечник, знаете, отечник называется, где выдержки святых отцов и маленькие даже истории, очень интересные. Его письма разным людям, в том числе и военачальникам, и поэтам, и композиторам, там уже Глинке даже, его письма. Много чрезвычайно интересного. Обязательно надо приобрести это. Так, пожалуйста. Дзиль Ильич, скажите, пожалуйста, вот ваше отношение к трем шестеркам. К трем шестеркам? Точно такое же, как и к трем тройкам. Точно такое же. Я не думаю, что давайте сделаем штрих-код с тремя тройками. Я думаю, все мы у святой троицы тут же окажемся. Ну, если с тремя шестерками с дьяволом, то с тремя тройками-то. Наверное же. Чем же три тройки хуже? Какая это такая чушь, простите меня, что я диву даюсь. Наш народ, это сектантская вещь. К нам приехавший из Америки, как сейчас все гадости приезжают оттуда. И вот люди, все, апокалипсисе написаны, эти шестерки. История этих шестерок же. Прям бы, хоть бы почитали бы Библию люди. Нет. Когда Израиль во времена царя Соломона достиг потрясающего богатства и славы, изобилия и могущества, то Соломон в это время получал от своих вассалов, от покоренных народов огромные, огромные подати. Там платили, и он получал эти огромные деньги. И в частности, уж не говоря о серебре, вообще никто не думал даже. Он получал шестьсот шестьдесят шесть талантов золота в год. К вашему сведению, талант золота пятьдесят килограмм. Это копеечное государство получало столько золота. Оно это золото, это помножьте на шестьсот шестьдесят шесть, явилось символом чего? Мамоны, богатства, потрясающего земного изобилия. Изобилие, вот оно, пик, к которому мы стремимся. И таким образом, в предании иудейском эта цифра осталась как знак чего? Того идеала, к которому мы можем стремиться, должны стремиться и должны достичь. Иоанн Богослов в своем апокалипсисе и пишет, и пишет по этому вот эту цифру. Он не написал это прямо, потому что к евреям было отношение в Римской империи самое презрительное. Так? Он не написал прямо, но шестьсот шестьдесят шесть, как цифра, вы знаете, в еврейском языке, как, кстати, в славянском, цифры и буквы, подчас можно букву заменить цифрами, цифры буквами. Так вот, в данном случае сама эта цифра, она что означает? по-еврейски, по-моему, хамелек Исраэль. То есть, то есть, шестьсот шестьдесят шесть в переводе на наш язык. Царь Израилев. Не написал этого, не стал расшифровывать это еврей апостол Иоанн Богослов. Ибо могли быть последствия не очень приятные для них. Написал, ну, написал странную фразу. Кто имеет ум, сочти эту цифру. Простите. Считает, когда две, по крайней мере, цифры. Что с ними делать? Умножают, прибавляют, да, отнимают. А здесь одна цифра. Да не сочти, а уразумей. Кто имеет, то есть, кто знает, проще говоря, кто знает, пойми. Это Хамелек Исраэль. Да. Вот что это такое. Царь Израилев придет. А мы сейчас из этой цифры сделали какую-то мистику целую. То есть, не мы, а многие вот эти люди. Это очень печально. Никакого она не имеет смысла и значения до тех пор, пока не придет он. Этот всемирный царь, этот гений из гениев, который объявит себя спасителем мира. спасителем мира. Вот оно в чем дело-то. И, а коли он спаситель мира, значит, долой Христос. Вот почему он и будет назван антихристом. антихристом. Ахристос.